Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня у нас на обзоре карта свопа агро для 19 фермы. Она наконец-таки вышла в релиз, хотя работы предстоит еще очень много, но уже любой желающий может на ней поиграть. И давайте, собственно, посмотрим, что на ней есть, что на ней изменилось по сравнению с 17 фермой и так далее. В целом выглядит она точно так же, как и раньше. На карте присутствуют дополнительные культуры, причем точно такие же, как были в 17 версии. Так что в этом плане ничего не изменилось и все, как и раньше, на высшем уровне. Единственное изменение, пока что, которое здесь есть, здесь появилось новое поле под номером 36. Раньше на этом месте был склад готовой продукции, но так как в последней версии 1.6, а может быть даже и раньше, я, честно говоря, не в курсе, разработчики на все предприятия сделали свой склад, то надобности в этом складе, в общем-то, нету, поэтому здесь появилось маленькое поле. В новой версии фермы теперь у нас доступна не покупка полей, а покупка участков, поэтому начинать, как в прошлый раз, и косить все вот эти лужайки у игрока не получится. Так что карта стала немножко сложнее, чтобы все это дело косить, надо будет все это дело купить. Видим, цены не маленькие. Цены на поля, в принципе, остались приблизительно равны тому, чему они были равны в 17-й версии. Ну и по дефолту, если мы начинаем играть на самом низком уровне сложности, то у нас во владении есть один участочек, который, в принципе, можно продать и вместо него купить поле. Изначально вообще задумывалось, что поле тоже будет принадлежать игроку на низком уровне сложности, но что-то пошло не так, и, в общем-то, поле отобрали. Но я думаю, в следующей версии это поправят. Леса для вырубки теперь тоже надо будет покупать. Цены на леса, честно говоря, не знаю, может быть, еще будут изменяться. Цены на поля, как мне сказали, уже, скажем так, окончательные. Далее, друзья, вопрос о производствах. Предварительно на карте они не изменятся, но пока что на данный момент это всего лишь бутафория. Нету еще скрипта, он еще не вышел. Обещают уже его выпустить вот-вот-вот-вот-вот, и как только он выйдет, сразу же ребята займутся. С производствами на карте постепенно они будут добавляться, не все сразу. Некоторые изменения тоже, разумеется, будут в этом всем деле. Потому что, во-первых, неизвестно, как он будет работать, этот самый скрипт на производство. Во-вторых, надо здесь будет добавить, там, не знаю, производство гербицидов и так далее. В общем-то, новое все-таки что-то будет. Плюс, неизвестно еще самим разработчикам, как будет реализована постройка этих самых предприятий. Мы помним, что в 17-й версии надо было некоторые предприятия покупать. Например, цементный завод уже стоял на карте, но его надо было купить. А некоторые производства надо было именно построить. То есть, купить землю, привезти туда, там, брус, бетон, бетонные блоки и так далее. В общем-то, на самом деле, еще неизвестно, как это будет реализовано, каким образом. Но, в любом случае, разработчики над этим трудятся и что-то да будет. Плюс, друзья, еще неизвестно, как этот скрипт будет вести себя в мультиплеере. Как будет реализовано, скажем так, с учетом того, что фермы могут быть у разных владельцев. То есть, в 19-й ферме появился теперь мультиплеер не работать в одной бригаде, а играть друг против друга, скажем так. Поэтому, в общем-то, неизвестно пока, как будет работать сам скрипт. В 17-й версии, как вы помните, надо было подойти, вот купить на специальном значке. Сейчас это все пока что не работает, но ребята это пофиксят. Все равно это ранняя версия, все еще будет работать. Все производства сюда вернутся, а может быть даже и больше. Как сказали разработчики, все это будет дело постепенно. С каждой новой версией производства будут добавляться. Ну и начнется все, конечно же, с производства биогаза, топлива. Я думаю, что там, не знаю, нефтяные вышки, всякие сельхозхимии и все такое прочее. В общем-то, постепенно. То есть, не появится сначала производство мебельной фабрики, а потом производство картона, когда картон является ресурсом к мебели. Все постепенно и все будет. Далее, друзья, идет основная база, основное хранилище. Соответственно, здесь уже можно складывать урожай. Я, честно говоря, не знаю, принимается ли здесь все или уже разделено, как это было раньше. То есть, здесь был бункер для зерновых всяких. Здесь у нас был бункер для травы, сена, соломы и так далее. Здесь у нас корнеплоды справа хранились и корма для животных. Пока что ведутся технические работы. Не работают вот эти электронные табло, которые показывали наполненность. Но сами хранилища работают. Туда можно уже складывать урожай. Этот участок, кстати, продается. Его можно купить. Но необходимости в этом пока что нет. Хранилища работают и без покупки участка. Также, друзья, давайте взглянем на базу, которая у нас. Гаражи, скажем так, где у нас хранились. Мы их тоже покупали в 17 ферме. Сейчас этот участок тоже продается. Это, кстати, один общий участок с хранилищем. Но покупать его надобности пока что тоже нет. Гаражи здесь все работают. То есть, мы можем подойти к любому гаражу. И, соответственно, открыть его. И все будет у нас прекрасно работать. Подходим, нажимаем кнопочку «Открыть ворота». И вот у нас все работает. Полки для жата, кстати, тоже уже рабочие. Здесь вот появилась такая вот хреновина. Нажимаем на кнопочку и полка открывается. Правда, открываются они теперь только полностью. Два положения рабочих есть. Не так, как в 17 ферме. В общем-то, они выезжают. Здесь можно хранить жатки. Я эти выключатели, честно говоря, долго искал. Прежде чем мне разработчики просто носом ткнули, где они конкретно стоят и почему у меня нихрена не работает. Все остальные гаражи здесь тоже работают. Все ангары и все хорошо. Правда, они пока что не выгружают из памяти технику. Скрипт на выгрузку делал один из разработчиков карты Дары Кавказа. Один из разработчиков из манускрипта. И вроде как пока они не сильно над этим делом работают. Если он вдруг сделает этот скрипт, то, разумеется, здесь это дело все обязательно появится потом. Также на базе у нас есть заправка. Она пока тоже, увы, не работает, но в будущем она обязательно будет работать. Местное СТО, которое особенно актуально для тех, кто играет с модом сезона. Да, кстати, мод сезона карта полностью поддерживает. Все замечательно с этим делом. Так что для хардкорщиков, милости прошу, ставьте сезоны. Однонапорная башня, которая на базе, мне сказали, тоже работает. Правда, не знаю, надо ли покупать участок для того, чтобы ей пользоваться. Но, в общем-то, вышка тоже рабочая. Воду можно брать здесь, за бесплатно. Ну и была у нас еще здесь администрация, где мы могли следить за всеми нашими производствами. Однако, вроде как, это возобновлять дело не будет, потому что этим мало того, что никто не пользовался. Во-вторых, говорят, что в скрипте, в самом фабрик-скрипте, будет доступно меню, в котором можно будет отслеживать все производства. Такие, знаете, как типа на моде планшета были в 17-й ферме. Сюда, разумеется, добавили алкаша, который говорит... Ну, вы поняли, да? Все это было и все это осталось. Так что здесь изменений особо сильных и не будет. Трафик на карте уже, друзья, присутствует. Ездит он чуть быстрее, чем обычный трафик, скажем так, по дефолту. Но будет потом еще он ускорен. И это, как по мне, удобно. Пока что здесь стандартный трафик, но в следующей версии обещали уже заменить его на русский трафик. Такой, как в 17-й ферме работал, и все будет окей. Также на карте, друзья, присутствуют радары. Пока что это только бутафория, но вроде как их собираются сделать обратно рабочими. Хотя, на самом деле, они еще думают о надобности всего этого дела. Может быть, их вообще уберут нахрен. Потому что, сами знаете, что у меня от них, например, бомбило все время. И большинство игроков просто ездят вокруг. Я очень не люблю ездить по полям. Вы знаете, это прекрасно. Я люблю ездить по дорогам. И, в общем-то, очень много денег я терял на этих гребаных радарах. Я бы, на самом деле, их просто убрал. Но разрабы любят хардкор, поэтому, может быть, их здесь появится просто на каждом углу. И будут они на 20 км в час рассчитаны. И вообще, они в каждом поле будут миллионы радаров и будут жрать ваши деньги. Ладно, это все шутка юмора. В общем-то, над этим вопросом пока что ребята думают. Отдельно, друзья, из всех производств хочется выделить БГА. БГА будет построен первым. Точнее, он уже построен, он уже работает. Но именно производство БГА это будет самое первое предприятие, которое сюда добавят. Потому что оно требуется абсолютно на всех... Ну, практически на всех производствах БГА у нас требуется. Но пока что силы можно продавать. Продавать его можно вот сюда. И, кстати, решили ребята убрать функцию того, чтобы продажа осуществлялась только ковшом или только конвейером. Теперь можно будет это сделать прицепом. И, как они считают, так оно и останется в будущем, потому что многие просили сделать прицеп. Ну, лично, как по мне, это была прикольная фишка. Хотя иногда это самого тоже бесило. В принципе, решается это все конвейером. И просто оно миллион лет продается. Как говорят разработчики, БГА еще может переделываться. Они активно над этим думают. Поскольку БГА производства биогаза нужно будет абсолютно всем игрокам на всех фермах. Для производства покупать самому биогаз это такая себе идея. Возможно, производство биогаза будет сделано как плейсейбловский объект, который можно будет добавить в любое место на карте. Перенесемся к компостмастеру. И мы видим, что отсюда убрали пополнялки сейлок и удобрялок. Здесь же также хранилище семян удобрений будет, которое позволит хранить произведенные или купленные семена и удобрения. Но автоматические пополнялки, где можно было купить это все дело, отсюда убрали. Также на карте нет станции погрузки извести. В общем-то, надобности в них особо нету. В официальном модхабе существует мод на покупной объект, который можно поставить в любое место на карте. В общем-то, я сам такими пользовался все время. Так что, друзья, ставьте, куда вам удобно. Отдельно стоит обратить внимание на модовую технику. В комплекте с картой техники идти не будет. Никогда. Будет только техника, которая вшита в саму карту. Для нее создается специальный раздел свопа агротехника. На данный момент здесь есть две переделанные хреновины для уборки картофеля, которые переделаны в уборку моркови и уборку лука. Это все дело еще тоже будет обсуждаться. И что-нибудь другое здесь добавят. Плюс также добавят всякие прицепы, жадкие комбайны, у которых будут чуть-чуть подкручены, скажем так, параметры. Чуть-чуть побольше бункера и так далее. Как это было, собственно, в 17 ферме. Но пока что решение именно такое. Ну и последнее изменение, которое, скажем так, бросается в глаза. С карты убраны все животные. То есть вот здесь вот, например, раньше была овчарня. И можно было здесь хранить овечек. Теперь здесь обычная пустая площадка. То же самое у нас находится в курятнике, коровнике, свинарнике. Здесь будут теперь обычные пустые площадки. Вот тут стоят гаражи. Я, честно говоря, не помню, были ли здесь гаражи. Я как-то не дошел еще до овец в 17 ферме. Наверное, не было там гаражей. Не суть важна. Теперь здесь обычные площадки. Сделаны они для того, чтобы, опять-таки, в мультиплеере можно было оборудовать различные фермы. А так как сейчас в 19 ферме все загоны для скота являются объектами, которые можно построить и разместить в любом месте на карте, то, соответственно, потребность в животных на карте встроенных у нас пропала. Так что теперь можете расположить это все ближе к дому. В описании к этому ролику, друзья, есть ссылочка на группу ВКонтакте. Там подробно описано, как получить эту карту себе. И поверьте мне, я, конечно, понимаю, что я сейчас сказал, что это не работает, это пока не работает, это пока не работает. Ребята, эта карта, лично, по моему мнению, для 17 фермы является самой топовой. И такой она стала не только потому, что разработчики супер молодцы, но и потому, что они активно слушают пользователей этой карты и принимают все замечания, все пожелания, все идеи. И они ко всему прислушиваются и все, в общем-то, реализуют. Поэтому все свои пожелания по развитию можно высказывать ВКонтакте. Это все принимается к сведению. У меня на канале, друзья, сейчас есть прохождение этой карты в 17 ферме. В принципе, о том, как она будет выглядеть в итоге, можете ознакомиться там. В 17 ферме я на этой карте провел уже более 500 часов и прошел примерно половину. Правда, сейчас, конечно же, темп прохождения у меня заметно увеличился, поскольку релиз этой карты вот он уже состоялся и сейчас вот-вот появится производство и уже захочется переходить именно на 19 ферму. Хотя игра конкретно 19 ферма мне нравится намного меньше, чем 17. Ну, в любом случае, надо будет переходить на 19, а ту карту хочется закончить и все на ней посмотреть. Поэтому там немножко мы ускорились. Поэтому, в общем-то, я всем советую эту карту к приобретению. На этом, друзья, у нас все. Обо всех дальнейших обновлениях я, разумеется, буду рассказывать. Если есть какие-то вопросы, смело задавайте. Я, в принципе, напрямую общаюсь с разработчиками. Если есть какие-то вопросы, то обращайтесь. Я, в принципе, поддерживаю связь с разработчиками или пишите в группу ВКонтакте. Ссылка, опять-таки, в описании вам на все ответят. Как я уже говорил, все идеи разработчики читают и принимают во внимание. Карта, друзья, делается с небольшим упором на хардкор. В принципе, я это очень поддерживаю. Мне это нравится. Кому не нравится, тот может, в принципе, без проблем наколотить себе денег или модом, или подправить сейв, или, опять-таки, в мультиплеере создать кучу ферм и потом запустить в одиночке. Это ни для кого не проблема. Карта, в любом случае, интересная. В общем-то, на этом мы будем обзорчик наш заканчивать. Я надеюсь, что я ответил на все вопросы, которые могут возникнуть по этой карте. Если они у вас остались, то смело задавайте. Еще раз повторюсь, что карту всем советую к приобретению. Сегодня разработчики прислушиваются ко всем советам, идеям, все берут во внимание. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что у нас сейчас идет прохождение по 17 ферме. Потом мы на этой карте и еще на других картах тоже будем играть уже в 19 ферму. Опять-таки, с появлением скрипта производств появится много хороших карт, я думаю. Как обычно, ставим лойсики, пишем комментарии. В общем-то, все как обычно. Ссылочки на все есть в описании. Всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.